окей всем привет меня зовут алексей вот и сегодня я вам расскажу о том что же такое zed shell да зачем он нужен с чем его едят и вообще почему я здесь так вот так сложилось что в детстве у меня был очень слабый компьютер так сложилось что я не мог запустить и до ешки и так сложилось что мне пришлось для этого выучить вим понять как из него выходить и что делать вот так сложилось что работать я начал то время в командной оболочке bash еще в линуксе и так сложилось что в сегодняшней моей презентации не будет слайда вообще я всего лишь покажу что я делаю как я делаю как я работаю и зачем вот начнем с того что zed shell с следующей версии macos которая будет называться каталина будет уже стандартным shell как бы это как минимум говорит нам о том что shell дозрел до того чтобы использоваться такой довольно солидной операционной системе а почему так может если сравнивать с линуксом башем у zed shell есть очень много преимуществ очень например вот такое я просто нажимаю tab и просто вижу список всех опций да вот с кратким изложением того что это и зачем нет ну конечно я могу сделать примерно вот так это долго крупнее сделать чуть-чуть вот примерно так будет хорошо вот это долго если я примерно понимаю что мне надо но я просто забыл что это за команда как минимум лезть man то будет потерей времени еще зачем может вот так дэш-дэш автодополнение чего башу в принципе нет и быть не может потому что такая архитектура так сложилось что zed shell начала разрабатываться уже намного позднее баша вот разработка началась вестись в 1990 году паулем фолстедом еще тогда когда он был студентом принцентского университета вот и его точно так же не устраивало то что даже на тот момент баш уже был ну скажем так далеко не лучшей командной оболочкой из всех что можно было сделать и он сделал свою и и собственно по ней сегодня я показываю что это такое зачем вот окей то что видите у меня на экране да именно вот эти вот все красивости это не просто голый zed shell голый zed shell выглядит он выглядит не как просто не как то что вы видите это результат того что в течение довольно долгого времени я дорабатывал свой конфиг конфиг выглядит вот так примерно и этот конфиг после того как закончится презентация я расшарю вот что мне было хотелось показать в этом конфиге прежде всего тема тема которая называется power level 10k благодаря этой теме я могу видеть какой комит сейчас есть с какой веткой где те я работаю с каким virtual enum я работаю и в каком домашнем каталоге ну а кроме того я могу видеть свой ip адрес время и вот это вот зеленая галочка которая показывает мне если у меня права на редактирование в этом каталоге или нет окей поедем дальше еще из интересного я могу показать примерно вот такую вот вещь переменная work on home которая складывает все абсолютно все мои virtual enum и строго определенный каталог и запускает она их оттуда же на самом деле дико не люблю когда моем рабочем каталоге с проектом у меня есть папочки n в n в что-то вот еще да потому что она обязательно бывает такая ситуация когда абсолютно случайно сделал git add минус a git commit git push и вуаля у меня в репозитории есть мы virtual enum не делайте так это плохо вот если посмотреть еще этот конфиг то мы увидим самое главное то что на самом деле это фреймворк который используется уже поверх загела называется он о май задыш его особенность в том что это фреймворк которым собрано все в одном это тот самый фреймворк который достаточно просто поставить для того чтобы он работал и этот самый фреймворк который используется более чем всеми да кто работает за челом если вкратце посмотреть да в нем есть 250 плюс плагинов на все случаи жизни как для бакэнд так и для фронт-энд разработки плюс для разных админских задач вот если мы посмотрим его гитхаб то увидим что довольно активная комьюнити на которая регулярно сюда комитет и очень меняемая документация вот конечно примерно то же самое что делает о май задыш можно сделать менеджерами плагинов да такими как допустим антиген антибади вот но это это уже next level это в том случае если вы знаете чего хотите и ну знаете как это достичь а в том случае если вы просто хотите что-то поставить чтобы она работала до чтобы работала подсветка синтаксиса да точнее даже не синтаксиса того где вы находитесь да чтобы работал пока с того с кем комитом вы сейчас работаете да чтобы работал пока с того в какой ветке вы сейчас работаете для этого нужен просто о май задыш аж Алгоритм простой. Нужно выполнить всего лишь вот эту команду и немножко допилить свой стандартный конфиг. Вот такой. По умолчанию тут будет какая-то тема. Про темы дальше поподробнее. И плагины, из которых у вас будет гид и что-то еще. В первую очередь мы после установки меняем тему. Самая лучшая тема из всех, которые я смог найти, это Power Level. Их две. Power Level 9K, Power Level 10K. Power Level 9K это исторически первая появившаяся тема. Это хороший выбор на самом деле, но она немножко медленная. Поэтому я совсем недавно перешел на Power Level 10K тему. Вот и собственно сейчас у меня работает именно она. В чем отличие? Отличие в скорости работы. Если мы переходим в новый shell, вот здесь есть лаг в 2 секунды. С темой Power Level 9K. Этот лаг составляет где-то секунд 5, а здесь 2-3 секунды. В первую очередь, на что я хочу обратить внимание. Тема настраиваемая. Вы можете регулировать абсолютно все. Начиная с того, что вы будете видеть вот здесь в этой статусной строке. и заканчивая тем, будет ли у вас какой-то отступ между строками или нет. Здесь он есть. Я его могу убрать. И его не будет. Вот. Что я могу показать вам еще. Да. Собственно, почему я с докладом в Python Community пошилу. Потому что это именно та штука, которая мне значительно обращает работу с Python. Допустим, вы запускаете что-то из консоли, да, вы запускаете из консоли тесты, да, вы запускаете из консоли проект. Вот. И у вас есть задача. При переходе в определенный каталог с проектом, вам нужен, чтобы активировался тот virtual end, который вам нужен для проекта. Элементарно. Все. Мы попадаем в нужный каталог. Мы сходу активировали нужный shell с нужной версией Python. Это мы достигаем плагином под названием virtual end в virtual end в wrapper. Ну и отдельным плагином для ppn. Вот. Дальше касательно работы именно с Python. Да, все же мы работали с Django. Вот. Для Django здесь есть отдельный плагин. Есть отдельный плагин для докера. Да, есть отдельный плагин для фабрика. Ну, для тех, кто пользуется, будет полезно. Да, отдельно есть плагины для ppnv, отдельно для pnv. Вот. И есть автодополнение для Python уже непосредственно из командной строки. Вот. Самая киллер фича – это то, как здесь можно работать с Git. По дефолту Git плагин для OMAZSH идет уже с предефиненными алиасами. И с этими алиасами, да, вот перемещение по веткам у вас происходит примерно так. Вы на мастере. Вы на предыдущей ветке, с которой вы зачкаутились на мастер. Вы получили статус. А вы получили логи. Вот. Так получилось, что когда я пришел в команду, которая сейчас работает, вот, я был единственным человеком, который пользовался ZShell. Ну, а на данный момент у всех, у всех абсолютно, да, вот в моей команде уже установлен ZShell именно с этой темой. именно вот в таком оформлении. И это именно та штука, которая каждый день упрощает нам работу. Вот. Поэтому, в общем-то, вкратце я рассказал примерно все, что хотел. Теперь могу послушать ваши вопросы. Либо же поделиться чем-то еще. Вопросы? Да, спасибо за доклад. Скорее, не вопрос, а маленькое дополнение к тому, что показал Леша. Ну, я, в общем-то, один из тех людей из его команды, которым ZShell сильно упростил жизнь. И вот для меня самая киллер фича гид-клогина – это gpsetupstream сразу. Ну, просто gpsetup и все. То есть, просто вот парой элементарных движений можно создать себе какую-то фичу-бранчу, запилить ее, залить ее на remote, засететепстрим и тому подобные вещи просто в парочку символов. Ну, даже то, что сейчас Леша пишет, как git-чек-аут, new-branch, просто gco и все. gco-b, gco-b. Целая куча действительно классных и очень полезных алиасов, которые ускоряют работу, ну, просто до невероятных ресурсов. Вот, в принципе, то, что я делаю, это и демонстрация того, как это работает. Делаем git commit. git push setup stream origin new branch. Три секунды. Как-то вот так. Вопросы? Да, поступило замечание от коллеги на тему того, что все телеса — это фича не затшева. Окей, это фича не затшева и даже не омазет и саша, тем не менее, оно здесь доступно из коробки, все сразу в готовом виде и устанавливается буквально пару команд. Самое удобное то, что они, во-первых, продефайнены, во-вторых, по ним есть очень хорошая документация уже непосредственно в самом OMAZSH. Все плагины здесь очень хорошо задокументированы, и буквально каждый плагин, особенно по части Python, он стоит того, чтобы его попробовать. Как-то вот так. Вот даже здесь. Они все собраны в одном месте. Они все очень подробно описаны. И они удобные. Они действительно удобные. И на этом я, в принципе, все. Если есть вопросы, можете их задать. Подписывайтесь на мой канал. Это очень серьезно. И на этом я, в принципе, весь 관сон. Продолжение следует...